Детское радио представляет Хрум или сказочный детектив Мария Петровна, здравствуйте, можно? Здравствуй, Макс, входи Вот, принес, что просили Маски, трубки, ласты Сказочные неприятности произошли с Наутилусом капитана Немо? Нет В романе Жюля Верна «Двадцать тысяч льё под водой» Всё идёт по сюжету А вот в сказке о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина Неприятности Пропал невод Старику нечем ловить рыбку А погружаться в море обязательно? Может, волшебство применить? Попробуем обойтись без волшебства Перемещаемся в сказку Детективы, наконец-то Привет начальнику сказочной полиции Здравствуй, Добрыня Здравствуйте, дедушка Здарова, детективы Уж и не знаю, как благодарить вас Спасибо, что согласились беде моей помочь Сами знаете, живём мы со старухой Тесновато, да не богато Землянка старенькая, корыть разбита А нынче новое напасть Рыбки наловить нечем стало Ну никакой в жизни перспективы А каб вы знали Какая у нас тут корюшка ловится А барабулька Ой, сказочная Ну как есть сказочная Это правда Жареная рыбка, да с лимончиком, да с картошечкой Добрыня Отвлёкся, простите На месте происшествия обнаружены улики Минутку, Добрыня Дедушка, расскажите, пожалуйста Как было дело? Так и сказывать-то особо неча Всё как всегда шло Обычным ходом, без перемен Тридцать лет и три года Всё одно и то ж Старуха свою пряжу пряла А я чуть свет пошёл к синему морю И иду, значит, и мечтаю Вот сейчас нефть заброшу Рыбёшкину ловлю Какой-никакой Будет нам со старух Чего пожевать Пришёл А тут На-те здрасте Лодчонка-то моя старая Ремонтируемая на месте Перевёрнутая лежит Палки, на которых Невод развешивал на месте А Невода-то нету Был да сплыл И какой только тать Невод мой увёл Вот ума не приложу Что за тать? В Древней Руси Так называли воров И грабителей А сейчас идём К синему морю Там на бережку Улики покажу Следы Сапог Это мои Следы босых ног Это стариковы Больше ничего Вот Ни-че-го И песок Как идти туда Где Невод висел Гладкий Словно его разровняли Заметали следы В точку Песок сухой-присухой А море спокойное То есть море Следы не смывало Но это не всё Обратите внимание На лодку Лежит в стороне Нищем вверх И оно всё в смоле Смотри дальше, Макс Внимательно К смоле Пристали три клока шерсти Разные Рыжий Серый И коричневый На небольшом расстоянии Друг от друга Кто-то проходил близко Прилип Освободился А шерсть осталась Полагаю, шерсть Разных сказочных персонажей Тем лучше Легче будет Этого Татья найти Но Есть ещё одна улика Вернее, след И этот след Усложнит поиски Идём дальше К морю Лодка Палки Рядом Линия прибоя А вот тут Кто-то песок разгребал Будто прокладывал дорогу Дорога Не широкая Тянется от воды До места Где висел Невод Что это значит? Это значит Пора решать Кто мог похитить Невод И для чего Будем разбираться Тут нужен Всесторонний анализ улик Обобщение Поиск интересантов Как говорили древние на латыни Куи бона эст Кому польза Или Куи продест Кому выгодно Тому, кто хочет что-то поймать Вряд ли Невод Можно использовать По-другому Значит Наш злоумышленник Собирается Что-то ловить Или кого-то Три клочка шерсти Рыжий Серый И коричневый Элементарно Лиса Волк И медведь Герой сказки Владимира Сутеева Кот-рыболов Пошел как-то кот На речку рыбу ловить Да на опушке Лису встретил Здравствуй, кум-куманек Пушистый коток Говорит лиса Медовым голоском Вижу рыбку Ловить собрался Да вот Хочу котятам Моим рыбки принести Отвечает кот Может быть Ты и меня рыбкой Угостишь Вздохнула лиса А то все Куры да утки Кот усмехнулся Так и быть Первую рыбку Тебе отдам Сказал И пошел дальше А лиса За ним в припрыжку Бежит И шепчет Первая рыбка Моя Первая рыбка Моя Волку и медведю Были обещаны Вторая И третья рыбки А в конце сказки Лиса, волк и медведь Из-за своей жадности Остались без рыбы Эта троица взяла невод А что если кит Из сказки Редверда Киплинга Почему кит Ест только мелких рыбок Хорошая сказка В стародавние времена В море жил кит Ел он разную рыбу Треску и камбалу Плотву и макрель Щук и скатов Минок и угрей Ел он морских звезд И крабов И все, все, все Что ему попадалось На всех рыб На всех морских животных Кидался он И открыв огромную пасть Хватал Съел кит Все живое Что водилось в морях Уцелела только Одна маленькая Хитрая рыбка Рыбка Предложила киту Съесть моряка И плот На котором тот плыл А моряк Не робкого десятка Оказался Вырвался из китовой пасти Соорудил он Из бревен Плота Для кита Решетку И с тех пор Кит может есть Только мелких рыбок Значит Кит Выполос на берег И в песке Образовалась дорога Китовых плавников Это дело А что если Невод был похищен Для того Чтобы поймать Не рыбу А черепаху Братца черепаху Из сказок Дядюшки Римуса Автор этих сказок Джоэль Чандлер Харрис Там есть история Как повстречались Братец лис И братец черепаха Братец лис Решил отомстить Братцу черепахе За то Что тот Как-то свалился Лису на макушку Я тебя утоплю Сказал братец лис Держа братца черепаху За хвост Уж лучше Брось меня в огонь Взмолился Братец черепаха Но лис Потащил братца черепаху К ручью И сунул его в воду И братец черепаха Конечно уплыл Потому что вода Его дом родной Братец лис Мог похитить Невод Чтобы поймать Братца черепаху Но Откуда тогда Клочки шерсти И эта Прорытая в песке Дорога Пока не вижу связи Но думаю Она обнаружится Ведь в сказках Дядюшки Римуса Есть и братец волк И братец медведь Тогда подозреваемых трое Лиса с приятелями Братец лис И огромный кит Начнем с кита Фиаджустиция Да свершится правосудие Как говорили древние Летние сказки Спасать одно удовольствие Макс Достань пожалуйста Маски и ласты А трубки Видишь что впереди Да Остров над водой Возвышается Это не остров Это кит лежит на отмеле Огромный какой Ух Какой фонтан Выпускает из дыхала Из чего? Дыхала Это дыхательное отверстие У китообразных Расположено Как правило На голове А этот кит Нас не съест? Нет У него же решетка В глотке Здравствуйте Великодушный Рыбообразный Добро пожаловать Не скажу я вам Ох Ах Надо было зонт взять Все мокрые теперь А почему рыбообразный? Так написал Киплинг На самом деле Кит Млекопитающая Большинство китов Питаются Планктоном Мелкими рачками Моллюсками Личинками Дрейфующими В теплых водах Океана Но это в нашем А не в сказочном мире Здравствуйте Кит У нас к вам дело Чрезвычайной важности Есть только одна важность Которая мне по нраву Может быть вы мне рыбки принесли Только крупную я не ем Теперь не ем А мелкой нужно много-много Чтобы наесться Ах Вы не могли бы потише фонтанировать? Не могу Это дышу я так Из сказки о рыбаке и рыбке Пропал небо Слышали? Пропал и пропал Меньше желающих поймать рыбку Больше мне достанется А почему вы на отме и лежите А не на глубине? Не молод уж Плавники до хвост Отдыха требуют Да и рыбы тут больше Принесли мне рыбки вкусненькой Что-нибудь экзотическое И на берегу вы не бывайте Будь там чем поживиться, там бы и жил Да рыбы там днем с огнем не сыскать Не обязательно для еды Может, чтобы с друзьями встретиться? С друзьями? То есть с какими еще друзьями? Это вы на моряка намекаете? Да глаза б мои его не видали вовеки вечные Из-за него все мои неприятности Так что, принесли мне десерт? Нет, не принесли Может, в другой раз? Тогда в другой раз и поговорим Съесть я вас не съем Просто Кит открывает пасть Все шире и шире Сейчас дотянется носом до хвоста И тогда, ну, надо уходить Согласна Вот чудище! Проглотить бы не проглотил, но В пасть мог затащить Ну ничего, вернусь с подмогой Отдаст невод как миленький Его эта работа, ясно Вис про банди Как говорили древние Сила доказательства А как же клоки шерсти? А как киту невод с палок снять, а? Вот сговорился с лисой, медведем и волком Они и подсобили Логика в твоих словах на брыне есть Факты Упрямая вещь Кит ждал от нас десерта Потому что уже обедал На мелководье рыбы много То есть уже наловил Плавники и хвост устали Видимо, выползал на берег Когда о встрече с друзьями спросили Замешкался с ответом Явно размышляя друзья, они ему или нет Значит И все-таки нужны еще факты Индубио прорео Сомнения в пользу обвиняемого Именно так Пора поговорить с лисой Из сказки Владимира Сутеева Кот-рыболов По сказке кот-рыболов Встретил лису на опушке леса Волка уже в лесу А медведя в самой чаще Начнем поиски с опушки Здравствуйте, Марьюшка Петровна Здравствуйте, лисонька Чего это вы взыскались? Не, вот мы ищем лиса Признавайся Твоих лап дело Невод? Что за невод такой? Сеть для ловли рыбы Вам ведь хотелось свежей рыбки Вы и котика о рыбке просили Просить просила И котик по дружбе первую рыбку пообещал А ловить, забрасывать, вытягивать Была охота лапки пачкать Но на месте происшествия Обнаружен клочок шерсти Шерсти Рыжий Рыжий? Да, что вы на это скажете? Да ничего Ни в каком месте не была Ничего не видала Не брала И как только несовестно Все-то у вас лиса виновата И сыр стащила И колотка скушала И серую шейку обидела А меня, может, тоже обидели Вот, полюбуйтесь-ка Какая жалость! Такая прелестная шубка повреждена Только вы, Марьюшка Петровна И посочувствуете Клочок вырвали Да ночью, пока я в норке своей почивала Проснулась я, кинулась в догонку Да где там убежали негодники Волк это или медведь И небо-то они стащили Больше некому Теперь рыбку ловить будут А лисоньку вам виноватой не сделать Уж кто-кто А я-то следы заметать умею Только рыжий хвост мелькнул средь деревьев Ничего, найдем Пока нужно поговорить с волком и медведем Они свидетели Или подозреваемые Тогда наш путь в чащу Не советую О, волк! Здорово! И вам не хворать Почему же не советуешь? Так там медведь И он, мягко говоря, совсем не в настроении Когда лиса предлагала курицу или рыбу Он выбрал рыбу В итоге без рыбы остался Ты еще и шишек насобирал от лисы и от меня Но ведь и вы тоже без рыбы остались Остался, остался Ты еще и без шерсти Как это без шерсти? А вот так Сидел в засаде Добычу ждал Может, думаю, пройдет кто А я его и сцапаю Вдруг Вроде Рыжая Лиса Да Вроде она Негодница Мелькнула черно-рыжим хвостом В зарослях Дикой колючей сливы И Замерла там Черно-рыжим? Ну да, темно было в зарослях Вот я сразу и не разглядел Потом-то все стало ясно Рыжая это Что это ее туда понесло, думаю Вроде как Что-то там делает Крутится вроде Позвал я ее, значит, позвал Не откликается Потом Кусты затрепыхались Потом все стихло И только я вылез, чтобы посмотреть, что там Как Хватит Кто-то меня за бок Больно Ух Да За левый бок Клок шерсти долой Или шум Рыжий хвост мелькнул в кустах И Поминай, как звали Ни рыбы Ни шерсти Сплошное огорчение Вот и медведь Я вас предупредил Теперь мое дело Ноги сделать Кто-то Меня побеспокоил Спокойствие Спокойствие, медведь Тут детективы Рыбу гони Рыбу гони Только лисий хвост мелькнул В зарослях На правом боку вырван клочок шерсти О, а ты, говорит, спокойствие Да я ее Да я ее найду Пойдут клочки по закоулочкам Мы разыщем Мы разыщем лесу Непременно Ну, я тут В чаще Как споймаете Весточку с сорокой пришлите Разморозную зимой По тропинке лесной Шел медведь к себе домой Ох, лиса Ну и хитраж Сговориться с китом Вырвать у себя клок шерсти Указать на остальных Не знает, что за невод такой И сама говорит, что волк с медведем Похищенным неводом рыбу ловить будут Все сходится Одно к одному Вернее, к двум Лиса и кит виновны А может, все же с медведем и волком сговорились? А друг на друга они кивают для отвода глаз А вы, Марья Петровна, не согласны? Все настолько очевидно Что вызывает сомнение Да Так что пока со всеми подозреваемыми не поговорим Выводы делать рано Но лиса, конечно, подозреваемый номер один Чует мое сыщицкое сердце, что она этим номером один и останется Увидим Значит, отправляемся в сказку Джоэля Харриса Как повстречались братец лис и братец черепаха Ну и где нам искать братца лиса? Будем идти по берегу ручья Непременно встретим Осторожно, не поскользнитесь Тут берег и дно сплошная глина Там за кустами кто-то рыжий Большой и маленький С кем ты разговаривает? Ловись, братец черепаха Большой и маленький Большой и маленький Здравствуй, братец лис Что это ты делаешь? Не видите разве? Ловлю Братца черепаху? Его, его Не будь я такой простофиле Не отпусти я его хвост Сейчас бы уже обедал Ловите на свой хвост? Больше не на что Ловись, братец черепаха Большой и маленький Большой и маленький Мы разыскиваем приспособление для ловли рыбы Из одной сказки пропал невод Не слыхал Но мне бы невод не помешал бы На какую приманку ловишь? На кукурузу? На червяка? Или на кашу? На хвост На хвост я ловлю Можно взглянуть на ваш хвост? Смотрите А зачем? Нужно Для расследования Ну и что вы тут в моем хвосте увидели? Мокрый Рыжий В песке весь Так, братца, черепаху ловлю А не в гостиной матушке Мидолс прохлаждаюсь Коллеги, отойдем на минутку Ловись, братец черепаха Большой и маленький Большой и маленький Его лап это дело Он известный хитрец Пока хвост мокрый Понять, что из него вырван клок, нельзя Да, мокрый Думаю, пришло время назвать похитителя Простите, что вмешиваюсь Кто же оказался виновником этой вашей пропажи? Скоро вы это узнаете Начну с кита Ну вот Я же говорил Кит не имеет к сказочному происшествию Никакого отношения Кит огромный Постоянно пускает фонтаны А прорытая в песке дорожка Ведущая от берега моря узкая И песок вокруг Сухой Значит, кто-то сделал это намеренно Чтобы мы подумали на кита Теперь о шерсти Не кажется ли вам странным, коллеги Что все три клочка Прилипли к смоле на днище лодки В одном и том же месте Тоже инсценировка Кто-то подбросил нам все эти улики Чтобы подозрение пало на другого Все так и было С моря дует ветер Где расположить клочки Чтобы до нашего появления их не унесло Приклеить к просмоленному днищу лодки И что нам это дает? Имя похитителя Кит отпадает Братец лис отпадает Да-да Из списка подозреваемых Меня надо вычеркнуть Лиса Виновник сказочных неприятностей Братец лис Я? Подождем немного Ваш хвост высохнет И мы увидим, что там недостает клочка шерсти Попрошу записать, что я добровольно Добровольно Выдал похищенное И искренне Искренне раскаиваюсь В содеянном Но, Марья Петровна Как? Желая поймать братца черепаху Братец лис забрался в чужую сказку И похитил невод А чтобы его не разоблачили Прорыл дорожку от моря Наводя расследование на кита Складно рассказываете Вам бы, Марья Петровна, сказки писать Продолжу Когда вы делали дорожку Вы неловко махнули хвостом у лодки И приклеились к смоле В ваших историях вам случалось общаться со смоляным чучелком И вы поняли Лучше оторвать клочок шерсти, чем прилипнуть надолго Что если оставить парочку улик И намекнуть на героя в сказке Кот рыболов Оставалось лишь проникнуть в сказку Вот почему так называемая лиса Которую видели волк и медведь Молчала И что же меня выдало? Многое Волк видел черно-рыжий хвост Испачканный в смоле Отчистить хвост от смолы можно Если нырнуть в кусты колючей дикой сливы Дикую сливу еще называют терн Брадец лис бросил братца кролика в терновый куст Так было в сказке Да-да Иголками шкурку чистить удобнее Чтобы оставить клочки в таком расположении, что мы нашли Медведь и волк должны были обойти лодку с одной стороны Но шерсть у них вырвана с разных боков Противоречия Да и после того, как один из них прилип бы Другие отошли бы подальше от лодки Значит, шерсть приклеили И последнее Ваш хвост полон песка Дно ручья, как и берег Глинистые Значит, песок не из вашей сказки Эх, вычистить не успел Изящно, Марья Петровна Вынужден согласиться Прелестно А сейчас нам пора Хрум Или сказочный детектив